Партнер программы «Дневной разворот» Кировский ССК. Мы сделали все, чтобы в вашем доме было уютно. Просторные квартиры с удобными планировками. Подземный паркинг, бесшумные скоростные лифты. Новые квартиры премиум-класса от Кировского ССК. Кировский ССК. Современные технологии строительства. Телефон офиса продаж 7144. Проектная декларация на сайте kirovssk.ru Добрый день, здравствуйте. Добрый день. В студии Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. А это значит «Дневной разворот» в Кирове. Мы начинаем работать. Это вторая половина нашей программы. Она, в отличие от первой, где мы говорили о развитии, о благополучном развитии кировского спорта, мы переходим к теме достаточно сложной, печальной, не самой радостной. Тема очень непростая, хотя, в принципе, в законодательном смысле должна бы решаться очень просто. Мы сегодня говорим о том, как получить квартиру человеку, который воспитывался в детском доме. Мы будем говорить не просто так. Это не какие-то абстрактные люди, это не какие-то абстрактные детдомовцы. Мы будем говорить о Сергее Нисковском. Он персонаж для наших радиослушателей давно известный. Я напомню, что в октябре, уже позапрошлого года, он был сбит милицейской машиной, получил очень серьезную травму, сделавшую его инвалидом пожизненно, там, разрыв позвоночника. Ну, не знаю, наверное, это, не знаю, насколько это возможно к восстановлению. Вроде за границей делают подобные операции, но для человека, у которого нет ни жилья, у которого очень долго не было пенсии, потому что после ДТП у него пропали документы, они восстанавливались очень долго. И сейчас Сергей и его гражданская жена Вера Пестова, она находится в нашей студии, находится практически в нищенском состоянии. Вера периодически для того, чтобы помочь мужу, побирается, побирается на рынке. Вот такая страшная история. Ну что ж, давайте разбираться. Сергей Нисковский, он у нас на связи. Подключили. Сергей, здравствуйте. 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 Это Елена Овчинникова и Владимир Сметанин. Сергей, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в каком детском доме вы воспитывались? В Арбаже. В Арбаже. У меня еще к вам вопрос. Знаете ли вы что-то о своих родителях? Есть ли у вас какие-то родственники? Нет. Никого не знаете? Никого. Скажите, обращались ли вы, как того требует законодательство, обращались ли вы в муниципальные какие-то службы для того, чтобы получить себе квартиру? Ведь положено по закону. Положено. Так. Вы обращались? Обращался в муниципальные коронавирусы Кирова. И там меня обламывали. Ясно. Сергей, успокойтесь, пожалуйста. Все-таки. Да, то Вера плачет, вы плачете. У нас сплошные слезы в эфире. Давайте все-таки будем говорить. То есть у вас никого нет? Вам сколько сейчас лет? Ну, сорок уже. Уже сорок первый, да. Уже сорок первый год пошел. Когда вы вышли из интерната? Когда вы вышли из детского дома? Сколько вам лет было, когда вы перестали быть детдомовцем? Вот. С интернатами. Когда из интерната? Три года было. Это меня увезли в Арбаш. Восемь лет. Нет, а до какого возраста вы находились там в интернате? В Арбаши? До восьми лет. До восьми лет. А дальше? А дальше что было? Училищик взял в 18-е. И вы до сих пор продолжаете оставаться бездомным? Китаться, да. Как помощь. Так, понятно. Прописка-то есть. А где она у вас? На Вавянске. Но там чужие люди живут. То есть, подождите, в вашем паспорте есть отметка о прописке? Сергей, Сергей, в вашем паспорте есть отметка о прописке? Да. Живут в этом доме чужие люди? Вас туда не пускают? Это не мой дом. Странно, прописка есть, а жилья нет. Таким образом прописка появилась такая. Ну что ж, давайте мы услышали историю Сергея, человеку 40 лет. У него до сих пор нет жилья, хотя некая прописка все-таки существует. Сергей, держитесь, мы попробуем вам помочь, мы попробуем разобраться в вашем вопросе. Спасибо, до свидания. Я напоминаю, что у нас на связи был Сергей Нисковский, человек, который много лет назад вышел из детского дома, но в возрасте 40 лет до сих пор не имеет никакого жилья. Сегодня Сергей находится в больнице. Вначале он находился в травме. Сегодня его будут переводить в областную больницу, в нейрохирургическое, по-моему, отделение. Сергея забрали из Шабалинского района, из поселка Ленинское, в совершенно плачевном состоянии. Я напомню, мы обращались к губернатору, мы обращались к департаменту здравоохранения, мы обращались в общественную палату с единственной просьбой, помогите человеку, он умирает. Сергею было сделано множество операций. После вмешательства, уж не знаю, кого из людей Сергея увезли в кировскую травму, где он находится уже, наверное, скоро как месяц, вот теперь переводят его в областную больницу. Я благодарю всех тех, кто помог, кто вмешался в судьбу инвалида, пострадавшего, я напомню, под колесами милицейского автомобиля. Но и вопрос стоит достаточно жестко. Когда Сергея выпишут из областной больницы, куда он пойдет жить? Вы сами понимаете, что доставлять парализованного мужчину не самое простое дело, искировавши болено. Не самое простое дело находиться полностью парализованного мужчине в доме, где нет ни воды, ни отопления, ничего. Это сложно. И самое главное, что он имеет полное право по закону претендовать на жилье. Ну что ж, я сказала уже, что у нас в студии Вера Пестова, это гражданская жена Сергея Нисковского. Вера, давайте поговорим с вами по вопросу, куда вы обращались, особенно в последнее время, и что вам говорят чиновники. Здравствуйте. Здравствуйте. Я обращалась, значит, к депутату Доронину Сергею Александровичу. Это было в 2011 году, где-то в ноябре месяце. Он приезжал к нам в Шабалинский район. Мы были вместе с Сергеем на его приеме. И он нам пообещал помочь. Да, он мне написал вот от законодательного собрания письмо, которое у меня сейчас вот при себе имеется. Потом, значит, я писала... Подождите, что Сергей Александрович вам пообещал? Вот. Здесь он указал, что нам как по закону должно быть предоставлено Сергею жилье. Но видите, как получалось, что надо встать как на учет. Я ездила вот недавно фактически на днях в администрацию города Нововятска, где увезла все имеющие документы, то, что Сергей является сиротой. Допустником интерната. Да, и все справки из школы-интерната. Это я передала у их специалисту в 109 кабинет Олевкине Петровне. Ну, то есть вы отдали всю документацию по Сергею в администрацию Нововятского района. Да, да. Это когда было? Это было вот, наверное, на той неделе или как. До этого предпринимались ли вами какие-то движения для того, чтобы Сергей получил жилье? Он сам обращался? Но все-таки уже, считайте, полтора года прошло после того, как он абсолютно обездвижен. Я напомню, что у него разорван позвоночник полностью. До того вы обращались куда-нибудь? Сергей сам обращался, куда он ходил? Вот он сказал очень странно, что у него есть прописка в Нововятске. Есть? Да, у него есть улица Жданово, 26. Жданово? 26. 26. А что это за дом? Что это за дом? Там живут просто его знакомые, они его прописали, которые забирали его пенсию и в данный момент пропивали. Вот. И он там не стал. А, то есть подождите, это временная прописка, это не заслуга администрации, но это временная регистрация? Это временная, да. Временная регистрация, то есть он за свою пенсию, он получил регистрацию, то есть штампик в паспорте. Но это не выделенное государством, не выделенное районом? Нет, нет, это частный дом, частный дом. Хорошо, и что вам сказали, когда вы передали документы? Я когда передала эти документы Олифтине Петровне, они сказали, вам надо вставать на учет, вот так и так, так и... Это, короче говоря, они что-то там или мудрят, или что, я не могу понять. Но Сергею по закону положено благоустроенное жилье, мы не просим большущих аромат, хотя было бы однокомнатная благоустроенная квартира, где мне нужно помыть Сергея, обработать его раны. Он в данный момент, вот его, как выпишут, сделана была операция. Ну, там заращивали пролежни, насколько я понимаю, да? Да, да, да. И у него очень большой вот этот шов, он не сидел вот это время, сейчас его в данный момент надо будет садить на инвалидную коляску, чтобы вот этот шов у него зарастал. Вот, и у Сергея гипостатическая пневмония, как вы знаете. Ну, это понятно, это пролежни, гипостатическая пневмония, это все зрение одной цепи, да? Это стандартный набор заболеваний, парализованных людей. Я собираю деньги, покупаю ему лекарство, которое одна таблетка стоит 108 рублей, это называется НИМАЗОЛ. Они очень дорогостоящие, вот это, вот эти вот таблетки поддерживает Сергею здоровье, потому что он фактически задыхался. Да, ну мы знаем, что мы выводили его в эфир, когда он совершенно не мог говорить. Сейчас, ну, Сергей плачет, но голос у него все равно уже, уже более-менее понятно, что говорит, да, он не кашляет постоянно. Вера, тоже успокаивайтесь, потому что, ну, как бы, нам понятно совершенно ваши чувства постоянно, вот все, что связано с постоянным вот таким вот чудовищным проживанием на этом свете. Ну, давайте все-таки, как бы, все-таки более-менее конструктивно будем так. И что вам сказали? Вы сказали, что, значит, Алифтина Петровна сказала, что нужны, видимо, документы или что нужно? Да, нужны документы, встать вот на учет, когда подойдет очередь, это надо дожидать длительное время. Но куда мы пойдем? Во-первых, мы жили в Шабалино, где был у меня свой дом, и дочь, фактически, когда я приехала, Сергей, из больницы, туда надо было мне как на суд ехать, она фактически меня выгнала из этого дома вместе со своим мужем, и я оказалась на улице, я ночь, они где, когда меня избили, били по голове дочь. Давайте так, произошел конфликт с дочерью, вас она выгнала из дома, почему, на каком основании? Обращались ли вы в правоохранительные органы? Потому что, насколько я знаю, вы имеете полное право на проживание. Этот дом принадлежал вашему бывшему, ныне покойному супругу. У вас там есть все основания проживать. Вас выставили на улицу, обращались ли вы в полицию, чтобы... Я никуда не обращалась, так как они меня побили, дочь, зятя. Вы испугались очень сильно? У меня пошла ночью кровь из носа, изо рта, сгустка. Ужас, ужас. Я, когда вышла на улицу, я просто падала. Надо было идти в полицию, надо было идти в полицию. В обязательном случае надо было идти в полицию. Я не хочу идти, потому что мы и так унижены до предела. Понимаете, я не могу, не могу больше. То есть у вас есть права на этот дом, у вас есть права на этот дом. Ну что ж, давайте... Вера, мы очень хотим, чтобы вы пришли к себе, успокоились. Я не хочу туда больше возвращаться. Я не хочу видеть ни дочи, никого больше не хочу. Хорошо, понятно. Ваше желание понятно, но у вас есть права на жилье. И это, кстати, совершенно не умаляет права Сергея Нисковского на получение им, как бывшего детдомовца, квадратных метров. Вот мы попытаемся связаться... Давайте попытаемся связаться с управлением опеки, попечительства. Да, то есть нам пояснят в смысле закона, что положено человеку, который воспитывался в детском доме. Ситуация, конечно, страшная. И представить, допустим, а когда Сергея могут выписать, и куда вы с ним пойдете? Человек, который в лучшем случае может сидеть в коляске, и его нужно катить. То есть он парализован, мы говорим уже об этом. Куда вы пойдете, если выпишут его вскоре из больницы? Вот куда нам идти? Вот сами посудите. Под открытое небо с инвалидом, который не может самостоятельно передвигаться. И я, измучившая и унижена до крайности, мы просто не знаем, куда идти, куда нам деваться. Или мне кончать жизнь самоубийством? Так мне жалко Сергея. Он останется, знаете, в каком состоянии. Он это не перенесет, не переживет. Мы предполагаем, но жизнь самоубийством, это, конечно, давайте все-таки попробуем чем-то помочь. У нас сейчас на связи Юлия Александровна Клистова, начальник управления опеки и попечительства администрации города Кирова. Юлия Александровна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас к вам вопрос. С точки зрения закона, объясните, пожалуйста, человек воспитывался в детском доме, в интернате. Что ему положено после того, как он вышел оттуда? Дело в том, что выпускникам детских домов и школ, интернатов государство обеспечивает очень много гарантий и на образование, и на трудоустройство, и на получение жилья. В каком аспекте звучит вопрос? В каком плане? Что больше интересует? Какая сфера? Обеспечение жильем, получить образование? В данном случае человеку уже 40 лет, жилья у него до сих пор нет. Образование он получал, есть у него некая временная регистрация, сделанная его знакомыми. Мы говорим о Сергея Нисковского, у него есть знакомая в Нововятском районе, который сделали ему временную регистрацию и забирали у него всю пенсию. Пенсия по инвалидности. Человек обездвижен, он парализован, пока он находится в больнице, но скоро он будет выписан, некуда идти. Нас интересует жилье, нас интересует крыша над головой в Нововятском районе нашего города. Но вы знаете, давайте ни детали, ни Сергей Нисковский, ни Нововятский район, вы нам скажите, что положено по жилью человеку, который вышел из детского дома. Хорошо. Но давайте начнем с того, что у нас, начиная с 1996 года, действует федеральный закон 159, есть статья номер 8. Закон называется о дополнительных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Вот, начиная с этого закона, у нас разработано много подзаконных актов, которые как раз регламентируют получение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Порядок существует вот какой. Если ребенок, который попал в детский дом, здесь надо смотреть по конкретной ситуации потом уж, если ребенок, попадая в детский дом, не имел закрепленного жилья, значит, государство обязано его обеспечить жильем. Ну, то, что государство обязано обеспечить, здесь никто не отрицает вот эту составляющую. Но здесь надо выяснять, было ли у него закрепленное жилье. Это первое. Судя по всему, не было, потому что никто не отрицает, что жилье ему все-таки полагается. А он был на территории города Кирова или в другом районе Кирской области? Он находился одно время в Малмыже. Откуда он выявлен? Где он был рожден? Так, где говорил Сергей? Вера, в Арбаш. Арбаш? В Кирове. Нет, 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 он был, он кировчанин, но находился в детском доме Арбаш. Выявлен он рожден где? В Кирове. Вот эта деталь, а? В областном центре, да. В областном центре, да. То есть есть документы, подтверждающие, что он был рожден на территории города Кирова. Тогда орган опеки города Кирова должен заняться этим человеком. Это, значит, первая позиция. Второе. Вот по этому федеральному закону, если человек до 23 лет не воспользовался правом на получение жилья, то теперь уже вот ему, ну судя по тому, что ему 40 лет, вот это право можно восстановить в судебном порядке. В данном случае орган опеки, специалисты после обращения гражданина к нам сюда помогают писать исковое заявление в суд, значит, и вот это право на получение жилья, оно восстанавливается. Он восстанавливается судом, но там, давайте тогда еще одну сторону уточним, он парализован, у него разрыв спинного мозга, естественно, обратного хода это не имеет. То есть он парализован окончательно и безоговорочно, его долго лечили, у него была пневмония пролежняя, сейчас его подлечили и переводят в нейрохирургическое отделение больницы. Сами понимаете, что прийти в опеконскую службу, прийти в суд, он не в состоянии. Понятно, должен быть законный представитель. Значит, в данном случае кто-то из родственников тоже... У него нет родственников, у него есть гражданская жена. Ну, гражданская жена. Пожалуйста, вот кто заинтересован в его судьбе, любой гражданин, да, там, гражданская жена, добрая соседка, которая за ним наблюдает, да, значит, должна стать его доверенным лицом. То есть это все оформляется нотариально, мы можем помочь специалистам опеки, мы поможем это сделать. И дальше законный представитель будет представлять его интересы в суде вместе со специалистами органа опеки. Юлия Александровна, вы сказали все, что соответствует закону. Каждое движение, каждое передвижение, в любом случае на транспорте или как-то по-иному, это деньги. К сожалению, семья находится в настолько нищем состоянии, что Вера, так зовут гражданскую жену Сергея, и периодически стоит на рынке с протянутой рукой, пытаясь заработать хоть какие-то деньги на то, чтобы купить обезболивающие препараты для Сергея, его лечить, потому что, ну, вот пневмония, которая развивается у лежачих больных, вы знаете, что так бывает. То есть финансовая сторона, будем так говорить, она даже не наливая, она иррациональная, да. Что можно сделать в этом случае? Давайте поможем таким образом. Значит, Вере надо дать наши координаты. Хорошо. Здесь нам надо вместе работать с Департаментом социальной защиты населения. Вот проблемой инвалидов, вот такого рода, значит, больных людей, мы будем заниматься с ними совместно. Потому что на первых порах, значит, после обращения, значит, этой гражданки, да, гражданской жены, материальная помощь соцзащитой будет оказана. Хорошо. У меня еще вопрос. Возможно ли разрешить следующую позицию? Сегодня Сергей из травматологической больницы переводит в областную, в нейрохирургическое отделение. Какое-то время он будет находиться там, потом его выпишут. Деваться им некуда. Извините, до больницы они где жили? Они жили в Шабалино, поселок Ленинский. Они приехали из Шабалино на территорию города Кирова? Там немножко иная история. Сергей познакомился с Верой, они несколько лет прожили у нее, в ее доме в Шабалино. Сейчас возник семейный конфликт. Вы не слышали, но Вера рассказывала. Ну, не поделили они что-то с дочерью. Ну, род. Да, был семейный скандал. Вера, если поет в Шабалино, ей тоже, видимо, придется жить под открытым небом, потому что Вера, как наследница дома, который принадлежал ее покойному мужу первому, и дочь, имеют, наверное, определенные права на этот дом. То есть что-то произошло, перевоз, разбирательство, сами понимаете, что все это сложно. Хорошо, Веру, нет, Веру пустят, Веру пустят. Я понимаю, что с сотрудниками полиции ее заведут туда. Ну, не будет. А его, да. Куда его? В какое? Куда его? Так, давайте вот каким образом. Конечно, вот, как говорится, в пяти, в десяти, пятнадцати минутном таком разговоре. Я понимаю, что это очень сложно, да. Очень сложно, да. Все-таки пусть это женщина. Вот все координаты свои оставляю. Буквально сегодня, вот, может, после эфира прямо подойти я на рабочем месте до конца и долго работаю. Хорошо. Значит, это Воровского, 79, здание Ленинской администрации. Ну, это рядом с Сумом, да? Все известно. Кабинет 114-й. Мой контактный телефон. Мы запишем. Наши редакторы дадут, да. Дайте ей, пожалуйста, контактный телефон, потому что я думаю, что в данном случае надо подключать для решения их жизненной проблемы очень многих людей. Несомненно, несомненно. Юлия Александровна, скажите еще, пожалуйста, какого рода жилье предоставляется выпускникам-интернатам? То есть площадь, это однокомнатная квартира или комната? Нет, у нас в соответствии, значит, с выделяемой субвенцией, да. У нас же Департамент финансов выделяет субвенцию на покупку жилья в муниципалитете. На сегодняшний день, значит, субвенция позволяет приобрести жилое помещение не более 18 квадратных метров общей площадью. То есть у нас по городу Кирову это только комната. А насколько длительный процесс оформления всех этих документов? Ну, во-первых, процесс, он не длительный. Если человек, вот в данном случае, значит, докажет, ну, докажем вместе, да, его право на получение жилья в городе Кирове, на территории города Кирова, он ставится в регистр, выделяются деньги и приобретается жилье. Но самое главное, надо успеть попасть на постановку, да, чтобы хотя бы в следующем году получить эту комнату до 1 апреля. До 1 апреля следующего года уже. До 1 апреля. Мы подаем все сведения в область муниципалитеты, да, сколько нам нужно купить жилья для таких вот лиц из Числа Ситера до 1 апреля. Поэтому времени остается, конечно, очень мало. Ну, то есть вере надо обязательно сегодня прийти к вам. Вере надо обязательно к нам подойти. Хорошо. Юлия Александровна, спасибо вам огромное. Пожалуйста. В ваших речах есть... Мы готовы помочь. Свет. Свет, да, есть. Готовы помочь. Единственный теперь остался вопрос, где же они будут жить, да, следующего года. Ну, будем решать. Будем решать. С социальщиками, да, с соцзащитой будем думать, будем решать, где, возможно, может, маневренный фонд или что-то такое. Посмотрим. Ясно. Юлия Александровна, спасибо вам огромное. Мы действительно услышали в ваших словах надежду на то, что людям будет лучше. Я напоминаю, что у нас на связи была начальник управления опеки и попечительства администрации города Кирова. Юлия Клистова нам показывает, нам срочно надо на перерыв. Партнер программы «Дневной разворот. Кировские ССК». Добрый день. Продолжаем «Дневной разворот» в Кирове. Еще раз здравствуйте. Елена Обчинникова, Владимир Сметанин. Владимир, телефоны. Телефоны наши. 708-502. Хоть у нас немного времени остается до конца эфира. Если хотите помочь людям сложившись в чудовищной ситуации, если у вас есть мнение. 708-502, да. Ну что ж, давайте коротко напоминаем. Мы говорим, сегодня мы обсуждаем вопрос, легко ли получить жилье выпускнику, человеку, который воспитывался в детском доме. Мы говорим предметно о Сергее Нисковском. Ему 40 лет, до сих пор у него нет жилья. Сергей стал инвалидом полтора года назад, попав под колеса милицейского автомобиля. У него разрыв спинного мозга. Понятно, что человек парализован. Еще сегодня он находится в Кировской травматологической больнице. Сегодня же будет переведен в нейрохирургическое отделение областной больницы. А потом что? Под открытое небо. Если не будет жилья, значит, вот будет как-то так. И сегодня мы... Да, причем сейчас прозвучала в эфире Юлия Клистова, начальник управления опеки и попечительства администрации города Кирова. Она уверила, заверила от буквы закона, что жилье выпускнику детского дома полагается, и это гарантировано законом. Давайте сейчас мы переговорим. У нас Алевтина Петровна Павлова, главный специалист отдела благоустройства территориального управления по Новоавиатскому району города Кирова. Здравствуйте, Алевтина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы непосредственно тот человек, к которому обращалась Вера Пестова. Это гражданская жена Сергея Нисковского. Скажите, пожалуйста, как там обстоят дела? У нас сейчас на связи была начальник управления опеки и попечительства. То есть она нам рассказала с буквы закона все. А что предметно в отношении этого человека? Все ли документы? Какие ваши требования? Какие возможны сроки? Что происходит сейчас? Расскажите. Так, вот 20 февраля в территориальное управление по Новоавиатскому району обратилась Пестова Вера Павловна по доверенности от Нисковского Сергея Львовича по вопросу признания его нуждающимся в жилом помещении и дальнейшей постановке на учет. Но поскольку сейчас Нисковскому Сергею Львовичу уже 40 лет, вот, и, значит... Он утратил свое право, которое не воспользовался до 23-х летнего возраста. И, значит, мы переговорили, все документы рассмотрели у Веры Павловны. Недостающие документы Вера Павловна обязалась предоставить. То есть это будет справка, значит, об инвалидности его. Копия справки. И справка о доходах за календарный год. Эти документы Вера Павловна нам вышлет. Все недостающие документы, то есть это, значит, решение Арбашского суда о том, что Нисковский является сиротой. Далее, значит, справки из органов регистрационного учета о наличии у него или отсутствии на праве собственности жилых помещений. Справку с места жительства мы будем делать запрос сами. То есть мы поможем в сборе этих документов. Далее, когда полный пакет документов будет собран, мы эти документы рассмотрим на комиссии. Примем решение о признании его нуждающимся в жилом помещении, признании его малоимущим и постановке на учет. Но далее все равно вопрос внеочередного предоставления жилого помещения должен быть рассмотрен, наверное, в судебном порядке, поскольку срок пропущен. То есть в настоящее время, вот я уже сделала запрос в медицинское учреждение о том, что Нисковский длительное время находился в медицинских учреждениях по состоянию своему здоровью. Он был лишен неправомерной дееспособности, и дееспособность ему была восстановлена 10 апреля 2008 года. Да, я как журналист, я писала об этом, я знаю эту историю. Эти документы, наверное, будут приобщены к документам, и будет решен запрос в судебном порядке. Алексейна Петровна, у меня к вам вопрос. Вот вы рассказали все тоже с буквы закона, все, что делается. Вы сами понимаете, что сроки отодвигаются, отодвигаются, отодвигаются. Вопрос. Если Нисковского выписывать через неделю из больницы, чисто по-человечески, куда ему пойти? Вернее, куда ему не пойти? То есть он обездвижен полностью, вы прекрасно понимаете. Я прекрасно понимаю. Этим вопросом может заняться администрация Нововятского района? Или это очень сложно? Ну, наверное, поскольку он уже в таком вот состоянии находится, может быть, органы социальной защиты могут помочь ему только с интернатом тогда. С интернатом? Да. Для таких больных. Ну, да, с интернатом это достаточно сложно. Вы понимаете, что человеку с таким заболеванием, да, с такой травмой нужен индивидуальный уход. Он же не может, он не двигается, его нужно, извините, он самостоятельно не оправляется. Его нужно ежедневно. Единственный интернат я видела в Кировской области, это интернат в Подосиновце. Вот там я видела людей с такими тяжкими травмами, за которыми ходят как за детьми. Все остальное, конечно... Но в настоящее время решить вопрос внеочередного предоставления Нисковскому Сергею Львовичу жилого помещения, благоустроенного, у нас, к сожалению, возможности нет. Поскольку на территории Нововятского района свободных жилых благоустроенных помещений нет. Ни одного, к сожалению. То есть, ослабляется это крайне редко. Я понимаю. Алифтина Петровна, спасибо вам большое за то, что вы объяснили. Спасибо большое за то, что пытаетесь помочь Сергею и его гражданской супруге Вере. Спасибо и до свидания. Мы напоминаем... Это главный специалист отдела благоустройства территориального управления по Нововятскому району города Кирова. Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что Вера Пестова у нас в студии, и у нас еще будет попытка связаться с... Вера, расскажите, пожалуйста, как вы расцениваете ситуацию, что Сергея поместят в интернат для инвалидов? Он там не выживет. Почему? Он мне сам сказал, я туда не хочу. Я видел по телевидению, как люди там проживают и, не доживая, с боевого века умирают. Алло. Да. По-моему, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Геннадий Иванович. Да. Это Елена Овчинникова. Я очень рада, что мы до вас дозвонились. Геннадий Иванович, у меня вопрос... Давайте я представлю все-таки. Вы находитесь в дневном развороте. В дневном развороте вы находитесь, и у меня к вам чисто человеческий вопрос. Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, в состоянии ли вы, как глава Новоавиатского района, помочь Сергею Нисковскому с каким-нибудь хоть жильем? Это человек, который полтора года назад попал под колеса милицейского автомобиля. У него разорван позвоночник. А, ну я понял, о чем ты говоришь. Вы поняли, Геннадий Иванович. Давайте все-таки представлю Геннадия Ивановича Плехова. Геннадий Иванович, заместитель главы администрации города, начальник территориального управления по Новоавиатскому району города Кирова. Вот. Ну я сказала, что глава Новоавиатского района. Геннадий Иванович, пользуюсь личным знакомством. Кто там еще там у нас? Владимир Сметанин, мой соведущий. Геннадий Иванович, знаю вас как человека доброго и отзывчивого. Человека, который может решить очень многие вопросы. Обращаюсь с личной просьбой. Геннадий Иванович, там занимаются им? Вот я сейчас деталей не скажу, но им занимаются. Я знаю, что им занимаются, но сейчас только что мы говорили с людьми, и они говорят, что невозможно быстро что-то ему предоставить. Все уходит на годы. Вы понимаете? Да, он инвалид. И от нас, Лен, знаешь, что зависит. Немного, что зависит. Мы постараемся сделать все. И у нас в первую очередь сначала решить вопрос постановки на учет. Обязательно. Постановка на учет. Это все. Я понимаю, что все это будет решено. Вот его через неделю выпишут из областной больницы. Куда он? Под открытое небо. Вы понимаете, что человек настолько тяжко уже пострадал в этой жизни. Вот, Геннадий Иванович, вы мне все время говорите как чиновник. Я к вам обращаюсь. Не-не-не-не. Я к вам обращаюсь благодаря личному знакомству. Геннадий Иванович, дайте нам слово, что все, что будет возможно сделать, как можно будет помочь Сергею. Скажите, пожалуйста, что поможете? Все, что возможно будет сделать, там сказать, мы все сделаем. А больше того, что возможно, потому что вот сейчас мы услышали Алифтину Петровну Павлову. Она сказала, что вот есть некие ограничения. И нет, и нет площадей. Нет. Вот я лично к вам, как к главе района. Помогите, пожалуйста. Да, я вот такая. Я услышал тебя, я услышал. Геннадий Иванович, еще раз спасибо вам большое за то, что вы нас услышали. И мы будем надеяться, что вы поможете, потому что через неделю, дней через десять человек может оказаться реально на улице. Там просто надо не по телефону эту тему обсуждать. Скажем, если приедешь, мы тебе все там покажем, расскажешь, чтобы ты все это понимала. Геннадий Иванович, а я хитрая. Я, чтобы на весь город от вас услышать. Я хитрая. Геннадий Иванович, большое спасибо. Это заместитель. Там просто есть нормативные документы, которые мы перешагнуть не можем. Но есть чисто человеческое понятие. Вот как человеку к вам обращаюсь. Не как администратору, а как человеку, у которого он облечен властью. Имеет совесть, ум, честь, сострадание к людям. Геннадий... Прекрати. Прекрати. Спасибо большое. Спасибо. Мы прощаемся с Геннадьем Ивановичем. Мы напоминаем, что у нас на связи был... Замглавы администрации города, начальник территориального управления по Нововятскому району города Кирова. Ну вот для Геннадия Ивановича это, видимо, была телефонная беседа, а для нас это была беседа в эфире все-таки. Ну, нет, мы же предупредили, и мы предупредили, что бы хотелось бы, да? Но, да, я схитрила. Да, я схитрила, я осознаюсь. И мне хотелось бы, чтобы люди услышали слова Геннадия Ивановича о том, что он постарается помочь Сергею и Вере, по крайней мере, с жильем. Ну что ж, насколько я понимаю, наше эфирное время опять уже подошло к концу, опять два часа пролетели, как минута. Мы прощаемся, и прощаемся уже не на той печальной ноте, на которой начинали говорить, да? Есть надежда, что Сергею и Вере помогут. Да, мы услышали очень много обнадеживающих слов сегодня, и есть надежда, что... Есть надежда, что будет... Вера, спасибо, что вы пришли к нам в эфир. Не отчаивайтесь, есть ради чего бороться, и мы надеемся, что всё будет у вас хорошо. Ну всё-таки самое бесценное, что есть на этом свете, это всё-таки человеческая жизнь, и будем помогать. Ну что ж, спасибо всем, кто нас слышал, спасибо всем, кто был с нами, и до свидания. Елена Арчинникова, Владимир Сметанин. Да, и мы прощаемся не очень надолго. Партнёр программы «Дневной разворот» Кировский ССК. Проектная декларация на сайте КировССК.ру